На улице, как бывает, идем по парку, человек либо прошел мимо вас, развернулся, в общем, любит нападать сзади. Девушкам рассказывают, что злоумышленники, как правило, хватают за шею, капюшон или волосы. Если такое произошло, нужно преодолеть страх и начать действовать. Первым делом постараться убрать подбородок, чтобы нападающий не удушил, затем наносить удары. Тренировку проводит мастер спорта по греко-римской борьбе Александр Шмаков. Он показывает первоуралочкам простые, но эффективные приемы самообороны. Первый расслабляющий удар для машин – это всегда пак. То есть мы поворачиваемся, бьем в пак, дальше у нас вторая рука идет в дело. Нам не нужно бить кулаком, бьем просто внутреннюю частью ладони подбородок. Все, этого достаточно, потом бежим и прячемся. Главное в самообороне не сила и мускулы, а умение поражать наиболее уязвимые участки тела, уверяет тренер. Занятия для девушек организаторы проводят не случайно. По статистике на женщин нападают чаще, чем на мужчин. Не всегда мужчина может защитить, не всегда может оказаться рядом. Поэтому решили провести такое мероприятие, чтобы они могли себя сами защитить. Правда, некоторые упражнения девушки выполнять отказываются. Например, сделать переворот колесом решаются единицы. Зато при постановке ударов и отработке приемов участницы, наоборот, входят во вкус. От тренировки с чемпионом участницы в восторге. Говорят, и навыки освоили, и негативную энергию выплеснули. Все очень здорово. Вообще, я даже не ожидала, что такое может быть. Теперь буду ходить сюда, как будет свободное время. Каждая девушка должна постоять хоть чуть-чуть, засидеть за себя. Мне кажется, я забуду, если честно. Но так, если запомнить это все, то да, возможно, это все пригодится. Эмоции переполняют и семью Пичугиных. Оксана привела на тренировку мужа, чтобы было на ком тренироваться. Он оказался не против. Сейчас такие тяжелые у нас времена. Не знаешь, за проулком что типа ждет. Поэтому это очень поможет в жизни, я считала. И мужу, кстати, очень интересно. Возможно, пойдет потом сюда заниматься, и мне пригодится. Конечно, пригодится, я думаю. Особенно жене. Да. Он меня в любое время защитит. Так что, я надеюсь. Но я же не сюда, и здесь рядом. В тренировке с Александром Шмаковым приняли участие 10 девушек. Акцию провела общественная организация «Первоуральск. Город чемпионов». В будущем активисты планируют открыть специальную секцию, чтобы приемы самообороны узнали и другие. Ксения Инозенцева, Сергей Шемет, Интера ТВ.